Всем привет! Вы смотрите видеоблог о кроссовках Сникерхед на блоке. С вами снова Кай и обзор на Nike Air Structure OG в расцветке White Neo Teal. Nike Air Structure появились на рынке в 1991 году и назывались Nike Air Structure Tri X91 и были первыми кроссовками, в которых вставка Air Max, вот эта вот которая, да, имела разные размеры на внутренней стороне кроссовка и на внешней, то есть вот на внешней она такая подлиннее, а на внутренней у нас вот такая покороче. Кроссовки Nike Structure Tri X91 это обычный беговой силуэт с зигзагообразными накладками, да, которые можно увидеть в принципе по всему кроссовку, и который стал первым в серии Structure, которая представляла собой линейку для бега, созданную для помощи бегунам, страдающим от чрезмерной пронации, а достигалось это благодаря использованию немного более широкой и плоской подошвы с дополнительной поддержкой, и поэтому данная модель очень понравилась спортсменам. Но особой популярности она не сыскала, ибо вышла в один год с Nike Air Max 180 и Nike Air Max VW. Естественно, они затмили Air Structure. Важно отметить, что еще была выпущена высокая версия Nike Air Hoop Structure для баскетбола, которая тоже успеха не сыскала. В руках же у меня Nike Air Structure OG, выпущенные в 2021 году на 30-летний юбилей данной модели. То есть, ну, грубо говоря, переиздание. Кроссовки сделаны в основном из замши, текстиля и такой своеобразной нейлоновой сетки, которая проходит по всему кроссовку. По бокам, вот вы можете заметить, да, нос тоже она есть, и даже сзади на пятке сверху. Имеются еще вставки из резины, в основном в районе пятки, а сзади и по бокам пятки, которые также выступают, скорее всего, для поддержания задней части стопы и фиксации задней части стопы. Действительно, они, кстати, хорошо выполняют свою функцию, очень плотные, и приноски, скажу, тоже помогают. На язычке у нас написано Nike и Swoosh, и еще название модели Air Structure. Кстати, сделано это нитками, то есть это такой своеобразный патч. Сзади такая же надпись Nike Swoosh и Air, по классике Nike Air. Тоже патч. Про технологии рассказывать особо нечего. Медсол из пены, баллон Air Max отвечает за амортизацию, аутсуал из резины с протектором наполовину в бафельку. Вот, можем на него посмотреть. Поноски, ну, я в восторге от этих кроссовок. Это одна из самых удобных ретро-моделей, которые у меня есть на Nike, да? Вверх нереально мягкий. В принципе, кроссовки очень мягкие, нигде не дает, все прям очень круто. Потому что, как я сказал ранее, сделаны из текстиля, замши и сетки, там, нейлоновые, да? Ничего такого. Вставки эти резиновые, которые действительно очень твердые, выступают в роли фиксатора и никак не мешают удобству, а наоборот, только капец как круто поддерживают заднюю часть стопы. Так что, гигантский лайк. Не знаю, удобны ли эти кроссовки только с людьми, у которых есть пронация или нет, но у меня есть пронация и в них суперудобно. По поводу вентиляции, супер все круто проветривается из-за этой сеточки и из-за того, что все сделано с текстиля и замши. Так что, об этом не переживайте. Холодную погоду не знаю, может быть, будет холодно-прохладно, скорее всего, так как ветер хорошенько тут проходит. Ну, воздух, да, то есть, будет ветер вас продувать. Но, в принципе, никаких еще минусов не заметил по удобству. Ну, прям капец очень удобные. Подошва, ну, то есть, я отсол, мидсол очень крепкие и одновременно мягкие. То есть, тоже гигантский лайк ставлю. Так что, всем советую. По размеру смело берите ТТС. А если вы хотите, там, ну, размер другой какой-то, там, типа, впритык кроссовки, можете брать на полразмера меньше. Вот. Или, наоборот, если хотите намного свободнее, берите на полразмера больше. То есть, тут, в принципе, нет никаких маломеров или большимеров. О минусах кроссовок, наверное, я такой вот кривой. Единственный минус, который я заметил, это сетка. Она очень быстро загрязняется, прям моментально становится... Ну, собирает всю пыль, грязь, так далее и тому подобное. Поэтому советую вам ее хорошенько прочищать и защищать, как можете. Также я к свое время немножко средств много налил, и они мне пожелтели. Поэтому тоже будьте с этим укратны. Ну, или я просто криворукий. Понятно. Друзья, на этом выпуск подошел к концу. С вас, как всегда, лайки, подписка, репост. А с нас еще обзоры. Увидимся через неделю. Всем пока.